В Якутии свыше 100 субъектов имеют лицензию на работу на водном транспорте. Многие из них сегодня собрались на тематической конференции. Там говорили о роли предпринимательства в развитии внутреннего водного транспорта. Подробности в материале Юрия Осипова. В Ленском бассейне обслуживается порядка 11 тысяч километров путей. Из них с гарантированными глубинами более 9 тысяч километров. Обслуживанием этого объема занимается 1714 зарегистрированных судов. Ежегодно водным транспортом перевозится порядка 3 миллионов тонн груза, а также 300-350 тысяч пассажиров. Ну а здесь, в нашей центральной Якутии, там где водный транспорт исключительную роль играет не только в доставке грузов, но это и туризм, это и передвижение пассажиров и так далее. По словам специалистов, на сегодняшний день большая часть флота в Якутии находится в критическом состоянии. Поэтому сейчас встает вопрос о обновлении и модернизации судов. Здесь у нас проблемы, связанные с обновлением пассажирского флота. Это, прежде всего, касается скоростного флота взамен ракет, метеоров и полесье. Ну и транспортный флот, пока мы не можем найти достойную замену таким судам, как механик Кулибин, Ярослав. Представители судоходных компаний презентовали проекты судов для эксплуатации в Ленском бассейне. Проекты касаются модернизации и замены устаревающего флота на подводных крыльях, грузовых судов, а также судов на воздушных подушках. Значит, проекты, которые уже разработаны морским инженерным бюро, конкретно мелкосидящий флот для работы Ленского бассейна, который мы включили в свою проектную программу по обновлению и модернизации Ленского флота. Свой проект презентовали представители Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях город Санкт-Петербург. Они предложили альтернативу взамен устаревающему скоростному флоту на подводных крыльях. Это старые суда класса «Восход», «Метеор», «Полесье». И наступает тот период, когда этот флот уже нужно модернизировать. Презентация высокоскоростного судна на подводных крыльях нового поколения «Валдай-45», который, по нашему мнению, может обеспечить, собственно, транспортную доступность республики Саха и Якутия. Малое и среднее предпринимательство становится все более значимой частью транспортных перевозок. Один из вопросов, поднимавшихся на конференции, проблема внутрирайонных пассажирских перевозок, в частности, под республическим маршрутом. Проблему озвучил предприниматель из Хангаласского Улуса. Это борьба с незаконным предпринимателем. Они пытаются мне диктовать свои условия. А я говорю, ребята, извините, я не я не могу диктовать, а закон диктует. Правила игры, мы уже три года работаем, я не уговариваю, надо заниматься легальным бизнесом. Никто не хочет. Проблема нисколько в незаконной перевозке пассажиров, а скорее в безопасности, которую не могут гарантировать нелегальные перевозчики. Участники конференции согласились с таким явлением и подчеркнули, что оно имеет место и в других районах республики. Решением проблемы может стать плановая работа в этом направлении. Если говорить о масштабах республики, то анализ деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере внутреннего водного транспорта свидетельствует об их существенной роли в обеспечении потребностей населения и отраслей экономики в услугах транспорта. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.